Это был Алексей Иванов, который рассуждал про местный туризм. А давайте сейчас про интернет-тему, про котиков. У нас есть история, которая многосложно, запутанная, и есть даже подозрение, что с детективным душком про кота, которого взяли добрые люди, а потом объявились хозяевы, и все блага, которые новые хозяева на кота вылили, захотели присвоить. У нас сегодня в гостях Злата Вольницкая, за защитница Анастасия Новожилова, тоже за защитница Юлия Ивлева, ветеринар, и наша тоже большая подруга, ведущая ЕТВ, кстати, в недавнем прошлом, и, я надеюсь, в скором будущем. Расскажите историю про кота. Я зрителям в общих чертах рассказал, а там же все очень сложно и интересно. Можете нам поведать? Ну да, все-таки было это как-то сложновато. Ну, в общем, одна моя знакомая нашла кота. Решили они его забрать из сугроба и посадили в подъезд. Анастасия, кот был какой-то специальный. Я просто хочу уточнить, ну, он был какой-то чудесный, ну, стоило за него драться, да, может быть, он небесной красоты. Да нет, обычный белорыжий кот, самый обычный, на мой взгляд. Вот, ну и все, и создали тему на форуме. Правда, получилось так, что вроде бы никто на передержку брать не собирался, поэтому я пошла за котом. Вот, и когда забрала себе кота, вот, объявились хозяева. А он болел и его вылечили или нет? Он был целенький? Ну как, целенький бывает, намного хуже, но, в принципе, у него было нормальное состояние, кроме того, что он хромал на одну лапку и, возможно, простыл, раз сидел в сугробе. Вот, ну, первым делом, конечно, мы съездили в ветеринарную клинику, потому что все-таки дома еще другие животные, надо опасаться этого. Вот, и когда я поговорила с хозяевами, хозяйка сказала, что вот, он потерялся, я отдала его другу, и он у него убежал. Я спросила, как так вообще получилось, и она сказала, что у него там какие-то проблемы с квартирой, ну, бывают такие случаи. Вот, и я как бы думала, ура, хозяин нашелся, как бы все, можно отдать кота, все хорошо. Вот, но потом получилось так, что на него нашлись ручки хорошие, и его, естественно, забрали, чтобы он не сидел там в подъезде. Вот, и затем, видимо, хозяйка на эмоциях написала мне, господи, ну, где же кот, почему вы так поступили, я же думала, что я его заберу, как вы могли, как вы посмели. Я как бы нормально на это среагировала, потому что это не первый раз бывает. Вот, ну, в итоге мы вообще-то говорили, что они его заберут у меня. Мне его привезут, а его заберут, хозяева, ну, обратно к себе домой. Вот, я уже ждала, чтобы его забрали, и тут она мне написала то, что, ладно, хорошо, коту будет лучше на передержке, там, у новых хозяев, потому что сейчас, я не знаю, как бы она могла его отдать обратно тому мужчине, и вдруг бы он опять потерялся. В общем, она согласилась на то, чтобы он остался у нас. Денег не требовала, потом скандалов никаких не закатывала? Да нет, ничего такого. Мы вот с ней недавно разговаривали, она просто узнавала, хочет узнать, как кот, ну, потому что все-таки 4 года жил у нее. Злата, часто так бывает, что кота нашли, ему подыскались новые хозяева, что, кстати, большое везение и тут объявляется старой? Не очень часто такое бывает, но если бывает, то, конечно, вот как в случае с Настей, бывают очень такие неприятные истерики, инциденты, когда прежний хозяин требует своего кота назад, а кот уже давным-давно пристроен. Я, поскольку беспринципный писак, а то я обещал зрителям еще детективную историю. А может это быть таким видом мошенничества? Ну, вот у меня большая кошечка, я подкидываю доброму ветеринару Юлии, Юлия его лечит, а я потом говорю, нет, моя кошка, и забираю обратно. У вас в практике такое было? Есть такие подозрения? Ну, сомневаюсь, что именно эта история, вот именно этого коснулась, потому что кот, в принципе, был здоров, кроме того, что он, вот, как Настя сказала, хромал на лапку. Поэтому я не думаю, что специально кота отдали, чтобы его вылечили, и потом обратно забрать, да. К тому же, если бы нужен был назад кот, то его бы, наверное, все-таки забрали назад, а сказали, чтобы он находился на передержке дальше. В вашей богатой практике было такое, что избавлялись? Ну, вот я сейчас сижу, у меня такое ощущение, что вот была такая, какая-то подобная ситуация, когда собака, правда, там была, вот ее подобрали, ее вылечили, причем там достаточно затратно все это произошло, лечение, и потом люди, которые подобрали, вылечили, ну, в общем, уже оставили собаку себе, потом нашлись хозяева, которые начали эту собаку требовать назад и отказывались компенсировать там какой-то... Ну, в общем, я вот сейчас не буду больше сочинять, но, в принципе, такие ситуации, я думаю, что могут быть возможны, просто в силу того, что зачастую владельцы не хотят тратиться на лечение животного, они его выкидывают, а узнав судьбу, что все завершилось благополучно, нашлись добрые самаритяне, которые животное вылечили за большие деньги, они готовы вот так вот обратно его себе забрать, животное, как бы и здоровое получили, и денег не заплатили. А большие деньги это какие? Какие могут быть суммы? Ой, суммы сейчас вообще... Суммы могут исчисляться просто десятками тысяч. То есть все зависит от того, какое заболевание, какая травма, какой там дефект у животного, то есть не ограничены вот эти вот цифры, поэтому, в принципе, если там, допустим, у животного какая-то травма, какой-то усложненный, там, неправильно сросшийся перелом, или какое-то запущенное хроническое заболевание, которое вот уже лечить не хочется, и все это нудно, и вполне себе такой вид мошенничества очень даже... Хорошо. Мы сейчас возьмем, подскажем нашим телезрителям. А кот как вещь, он сколько может стоить? Ну, вот, например, он больной, а если его вылечить, то он вернется к исходной сумме и будет стоить, или взрослый кот, или там, пёс ничего не стоит. Ну, если это кот-дворняшка, то он будет стоить ту сумму, ну, которая была затрачена на лечение. И если это животное породистое, то оно будет стоить лечение, плюс цена животного. А цена животного, опять же, может быть запредельна. Взрослое животное чего-то тоже стоит, если это породистое. Если это породистое, конечно. Ну, например, шокируете цифры. Какой-нибудь на сибирский кот. Ну, вот средняя цена на породистого котенка, на породистого щеночка, вот так вот, порядка 20-30 тысяч рублей, это нормальная стоимость. Ну, это имеется в виду из дорогих. Пишут комментарии одному коту 30 минут эфира. Звезда, даже Куклачев столько не получает эфира. Во-первых, заходите на сайт, у нас там есть интервью с Куклачевым. Ну, во-вторых, коты, коты, самая интернетовская тема. Конечно, мы бы и целый час говорили. Давайте еще дадим слово зрителям. Мы спросили людей на улицах про кашапеточек. Давайте посмотрим обязательно этот опрос. Если что-то не будет не нравиться, то я, конечно, отдам тем людям, которые там, наверное, обнаружатся. Ну, не обнаружатся, значит, к моему приюту дам. Ну, если хозяин осознанно очень хочет его забрать, конечно, только за. Знаете, у нас и собака, и кот есть. Поэтому, если мы кого-то приютим, мы, конечно, отдадим хозяева. Мы сами чувствуем, что это, в принципе, как член семьи. Конечно, я бы отдал. Ну, наверное. Ну, если бы у меня так пропал кот, его бы кто-то нашел, я бы его забрал. Ну, наверное, отдала бы. Все-таки это... Они первые, как бы, его приучили, пригрели. Себе, конечно, оставил. Почему такое жестокое обращение должно поощряться, что ли? Вот, мнения разделились. А как вообще устроена судьба кошки или кота, которая потерялась, или вот оказалась никому не нужной? Есть какие-то приюты? Ну, у нас, вообще-то, нету государственных приютов, кроме как вот на Посадской у нас пункт коротковременного содержания. Но там все-таки не настолько хорошие условия, чтобы... Ну, у них очень много там собак, очень много кошек. Они просто не успевают, и вообще это очень... Ну, времени занимает много, и волонтеров очень мало. У нас есть частные передержки. Вот, это единственное, куда можно отнести животные. Но, конечно, бывают черные передержки, которые просто берут деньги за кота. Например, единоразовые взносы. Пять тысяч вы приводите кота, пять тысяч, и вот этот человек будет пристраивать это животное. Но есть такие люди, которые просто берут пять тысяч и выкидывают, потом в итоге находят... На улице. Да, находят на улице кота. Если предположить, что это не черная передержка обычная, сколько там будет находиться животное, пока хозяин не получит? Ну, то есть, с какого периода можно считать, что животное иначе бы пропало, если бы не нашлись новые хозяева? Ну, не знаю, мне кажется, там... Вообще, если вот первое время обычно не ищут хозяина. Ну, то есть, две недели где-то дается на то, чтобы развешивать объявление, там, написать. Вот, а так животное пристраивается иногда годами. Потому что, если оно не очень, так сказать, красивое... Конечно, все кошки, они хорошие, они красивые, они прикольные. Но, вот, например, рыжих котов, мне кажется, больше всего любят, потому что они такие яркие, хорошие, красивые. Кто-то вообще пристраивается буквально за два дня. Такое бывает. И вот у нас даже был случай, то, что кошку вот нашли... В крыльце ее, в общем, забетонировали строители. Был тоже... Кошмар. Да, на 45... Ну, показывали сюжет, вот. И, конечно, я тоже забрала ее, потом мы побежали в клинику и нашлись хозяева. Но вот эти вот хозяева, в отличие от рыжего вот этого кота, который я подбирал, они возместили все вот эти расходы вот в ветклинике. Хотя, в принципе, кошка очень была изможденная. Они заплатили и то, что потратили, всем денежки вернули. И кошку сразу же забрали, сказали, все, это наше, мы вот прямо сейчас заберем. И вот она вот только наша, и все хорошо с ней будет. И сейчас все с ней хорошо. Еще комментарии. Спасибо вам большое, что задели эту тему. Давно хотели высказаться. Люди в звере. Как можно выкинуть члена семьи, если он заболел на улицу? Ужас. Ну, может быть, не выкинули, может быть, убежал. К сожалению, можно выкинуть. Часто выкидывают? Достаточно легко это происходит. Ну, у меня была собака, но у меня родители просто приняли решение, когда она заболела, и ее усыпили, чтобы она не мучилась. Там была какая-то онкология страшная. Ну, то есть ответственные хозяева, которые животное свое любят, скорее его отведут на усыпление. Ответственные отведут, кто-то там до последних минут будет рядом с животным, но, к сожалению, у нас культура содержания домашних животных такова, что, а зачем тратить время, силы, деньги и так далее на это больное животное? Мы его сейчас избавимся так или иначе от него и заведем себе новенькое, здоровенькое. То есть вот это то, о чем я говорю, то тот вопрос, который я поднимаю регулярно. Культура содержания животных. Кастрация, то есть создать, вот прямо создать состояние дефицита животных, вот этих кошечек и щеночков, тогда люди будут ценить то, что у них есть, вот этого котеночка. Во всем цивилизованном мире все это очень продумано, все вот эти моменты. То есть и налогообложение владельцев, которые держат домашних животных, достаточно дорогое обслуживание животных, то есть и лечение, и содержание и так далее. Люди, которые готовы будут платить достаточно большие деньги за своих домашних питомцев, они не будут их выбрасывать, они будут эти деньги платить, и животное будет цениться. У нас все происходит по-другому. Зачем, опять же, я говорю, тратить силы и время? Можно себе пойти и завести другую собачку, другую кошечку, а эту выпустить на улицу. Какая ее дальнейшая судьба, это уже, к сожалению, не волнует. И я понимаю, что сейчас многие телезрители, скорее всего, возмутятся, искренние любители животных, но очень много людей, которые придерживаются именно мнения пойти по пути наименьшего сопротивления. Поэтому больных животных на улице, больных, каких-то покалеченных и так далее, их достаточно много. И все они выходцы из домашних. То есть действительно диких бездомных животных их не так много. Потому что низковыживаемость все равно мало рацион. Действуют совершенно другие законы. Вот в этой популяции бездомных животных у них самоконтроль рождаемости, у них самоконтроль действительно этого выживания. То есть они погибают. А пополняется эта армия бездомных животных процентов на 80 из выброшенных домашних. Золотая, есть какая-то закономерность? Где обычно находят животных? Ну, у американцев есть такой культурный штамп. Трогательная картина. Останавливается пикап. Выходит мужчина, отец семейства, и говорит, дружок, принеси мне, и садится в машину, и уезжает. У них это лес, а у нас где обычно животных выкидывают? И где вы находите обычно? Ну, частенько кошки находятся в подвалах. То есть стаи, например, рождаются в подвалах. Кошку кто-то выбросил нестерилизованную, она наплодила потомство, они обитают в подвалах. Потому что там теплее, естественно, им там намного проще выжить. Так, на улицах, в магазинах, где их подкармливают. Ну, вот в таких местах, где им может быть тепло, и где их могут накормить. Но чаще всего это подвал. Бродячие собаки в стае сбиваются на улице. То есть просто вообще как свободный выгул стаями бегают. Улица, улица, подвала. Много находят кошек в подъездах. Потому что люди думают, вот я сейчас подкину в подъезд, там кто-нибудь такой добренький подберет и подбирает. В подъезде чаще квартирам зоозащитников подкидывают. То есть просто так подчисляют, но редко кто. Мы можем быть. Как священники прямо с подкидышами. А где выше шанс у животного найти себе хозяина? У меня пара знакомых, которые в электричке встретили своих кошек, кошапеточек. Ну, просто долго ехали, кошка чего-то ноет, ходит, и есть время еще принять решение. Понять, что это не просто жалость. И растаять, что ли. Ну, выше всего шанс у животного найти хозяина, это, конечно, на передержке, когда его сфотографировали очень красиво во всех ракурсах, со всех сторон. И выставили в пристрой, то есть в интернет, в специальные группы. А так, ну, если повезет, придет добрый человек, возьмет животное, скажет, какая красивая пушистая кошечка, заберет ее к себе, и тогда все будет хорошо у всех. Еще один комментарий. «Ладно, котята, в прошлую весну крокодил из питомника сбежал». Говорили, хозяин сам с ним расстался, так как было дорого содержать, и он был совсем недокормленным. Ну, это такой какой-то городской миф про крокодилов. В каждом городе есть крокодил в канализации. И пингвин в холодильнике. То есть это такие сказки, которые существуют. Но, в принципе, я вот хочу поговорить о том, что у нас, к сожалению, я не знаю, возможно, это менталитет русского человека, возможно, это менталитет человека вообще. То есть чем несчастнее животное, чем оно более убогое, тем удивительно оно вызывает более к себе расположение, какой-то вот этот вот альтруизм, стремление помочь, спасти, там, уберечь и так далее. То есть вот еще по воспоминаниям своей программы, самые пристраиваемые животные были кошки без лап, собаки там без ушей или еще что-то. Без глаз. Чем, да, чем животное больше там пострадавшее, покалеченное, тем больше шансов, что оно будет пристроено. Но есть другая сторона медали. Идут по улице, мама с ребенком, видят котеночка, вот он плачет. Они его подбирают именно потому, что вот здесь, сейчас ему холодно. Причем мама уже, ну, неважно, мама, папа, взрослый человек, молодой человек, человек понимает, что он не будет держать это животное. Но вот здесь и сейчас я его спас, вот я его подберу. И в дальнейшем как-то не просчитывается, что дальше-то он будет с этим животным делать. Вот он его подобрал, принес, посадил в подъезд, в лучшем случае. Вынес молочка и ушел. Вынес молочка и ушел, да. И дальше, ну, грубо говоря, живи как хочешь. То есть то же самое там со сбитыми машиной, там, кошками, собаками. Точно так же. Вот мы его подберем, мы сейчас в клинику его привезем, возможно, даже дадим денег. И спасайте дальше. А дальше получается странная ситуация. Начинается достаточно большой расход и траты на это животное. Очень много ситуаций было вот за, ну, вот за все эти годы, когда пишут тему на форумах, собирают деньги, там, пострадавшие какой-нибудь собаки. Какие-то безумные просто суммы собираются. Вот я иногда читаю, думаю, боже мой, там, ну, грубо говоря, ребенок больной умирает, невозможно сумму собрать в какой-то момент. А на собаку, которая, в общем, достаточно безнадежна, на нее собираются вот эти деньги. То есть люди зачастую у нас собакам готовы денег пожертвовать, животным. Не только у нас. Как известно, в Британии есть общество защиты детей и королевское общество защиты животных. Ну, возможно. И вот получается такая очень странная ситуация. Порой на достаточно безнадежное животное тратятся большие деньги, большие ресурсы. И вылечили, вытащили. И дальше-то что? Никто дальше эту собачку... То есть человек денежку дал, он получил вот это вот, удовлетворил свое эго. Я помог, я сделал благое дело. Но дальше-то что? Живое животное, оно осталось. И ладно, дай бог, если оно осталось, ну, в общем, в полном, нормальном функционировании. А тоже, как правило, могут быть какие-то коллеги, которых всю жизнь, допустим, они не могут передвигаться, эти собаки и кошки, не могут ходить в туалет. То есть их надо вот прямо до конца их жизни влочить. А этого уже никто не хочет делать. И вот тут тогда уже возникает вопрос. А не было ли гуманнее с самого начала усыпить это животное? Мысль понятна. Еще один комментарий. Людей, которые выкидывают котенка, тоже можно понять. Кризис в стране самим может быть есть нечего. Я вас не прошу прокомментировать, но, по-моему, на котенка всегда можно найти. Вообще действует правило, что если хватает семье из двух человек, то даже на ребенка хватит денег в любые годы. А уж на котенка всегда найдется. Давайте подводить итоги. Напоследок, мысль Юлии понятна, что иногда нужно быть более ответственным и даже усыпить животное, чтобы оно не страдало. Не говоря уж о стерилизации. Это наши сугубо человеческие представления о том, что животное будет переживать по поводу своей репродуктивной функции. А у вас какие решения, чтобы животных не выкидывали, чтобы они не терялись и вообще люди больше ценили животных? Есть у вас какое-то решение, которое можно объяснить в двух словах сейчас зрителям? Если, например, бездомное животное к нам в руки попадает, то мы должны найти более ответственные руки, чтобы как можно меньше была вероятность того, что это животное окажется на улице. Либо больным, либо искалеченным, либо еще что-то. Для этого есть специальные критерии. То есть разговариваем с потенциальными хозяевами, когда они нам звонят по какому-то животному, там котики, кошечки, собачки. Надо задать ряд вопросов, по которым можно определить добропорядочность этого хозяина. Ну и, как лично мое мнение, я сама лично всегда привожу животных на место жительства, потому что мне нужно посмотреть условия, куда попадает мой подопечный. Потому что по телефону мне могут сказать, что есть сетки на окнах, я приезжаю, там балкон вообще не застекленный. И вот в избежание таких ситуаций лучше всегда до конца доводить это все дело, самой привозить, отслеживать, всегда интересоваться здоровьем, всегда интересоваться животным. И надеюсь, тогда все будет хорошо. У вас, Анастасия, есть рецепт? Вообще у нас еще у кураторов, как бы мы до самого конца следим за животным и присылают фотографии, спрашиваем там, как дела. И вообще всегда, ну, крайне мере я, когда вот про того же рыжего кота, я предупредила новой ручкой, что если что-то вдруг не так, если он вам не нравится, если он там где-нибудь там напакостил, если с кошкой не подружился, просто позвоните мне, я заберу его обратно. Не надо его выкидывать, не надо пытаться найти там другие ручки или там, я там знакомому отдал. Это не вариант. Лучше все-таки куратор заберет, и вот он дальше будет следить за его судьбой. Хорошо. Самый последний вопрос, поскольку тема интернетовская, я просто обязан спросить, сколько у вас лично, у каждой из вас кошек? У вас, Юлия, сколько? Ну, сейчас не так много. Сейчас один. Один. У вас? Четыре личных. А у вас? У меня тоже четыре личных коты и две собаки. Один, четыре, четыре. Не знаю, это шутка про сильных независимых женщин, мне кажется. Вы в хорошем смысле сильные независимые женщины с большим количеством котов. Спасибо большое за этот разговор. Это была Сумма мнений ЕТВ в прямом эфире. Сумма мнений ЕТВ в прямом эфире.